Илья Мартынчук, один из 60 новобранцев и третий в своей семье, принимает присягу. Выпускник лингвистического колледжа не боится тягот и лишений солдатских будней. Он уверен, что сделал один из самых важных шагов в своей жизни. Как говорил мой отец, служба в армии, прежде всего, становится мужчиной. Ну, всякие, я не знаю, как можно сказать, дисциплина, прежде всего. И всего остальное, порядка, каких-то рамок, характере, ну, во всем. Ну, во всем армия много и дает каких плюсов. Мама и девушка Ильи не скрывают волнение. Однако решимость новобранца дает им уверенность в том, что их мужчина будет достойным солдатом. По мнению родных, служба во внутренних войсках воспитывает в молодых людях настоящие мужские качества. Он осознанно туда ушел, он знал, он закончил среднее специальное образование, он знал, что он идет в армию. Поэтому, чтобы у него было там все хорошо, чтобы все получалось. В путь будущих стражей порядка провожали не только родные и близкие. Руководители города, наставники по службе, ветераны, священнослужители дали напутствие новобранцам. Служить родине – великая честь. Произнеся слова клятвы, вчерашние студенты, молодые специалисты стали защитниками своей страны. Я муж достойный исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать ненависимость, территориальную целостность и конституционные строя Республики Беларусь. Военная выправка и старовая подготовка нового пополнения личного состава части 55-26 во время проведения торжественного ритуала не оставило сомнений. Ребята к службе готовы. Как известно, военную присягу военнослужащие принимают один раз в жизни и повтор на нее никогда не примут. Поэтому это один из значительных событий в жизни каждого военнослужащего. Это клятва на верность родине и нашему народу. Виктория Драгобецкая, Витер Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.